Команда, купальники Татьяна Евгеньевна на меня сейчас посмотрела сухаризной Потому что принято считать, что самые красивые купальники у российской сборной Да! Но немки, может быть, на втором месте в моем хит-параде, Татьяна Евгеньевна Подожди, ты еще не всех видел Да, я согласен Не торопись Но тороплюсь Все-таки спортсменки сборной Германии Мы к ним относимся с симпатией Татьяна Евгеньевна 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 Субтитры сделал DimaTorzok Внимание, внимание, уважаемые друзья! В разгаре чемпионат Европы, настоящий европейский спортивный фестиваль, синхронное плавание у нас в программе. Третий комплект наград разыгрывается прямо сейчас в бассейне. Заслуженный тренер России, тренер многократных олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы Татьяна Данченко сегодня на комитарской позиции матча. Я Дмитрий Губерниев, мы работаем в прямом эфире и сейчас выступление немецкой команды. Это четвертый стартовый номер произвольной программы групп. Мы открываем подгруппу сильнейших под седьмым номером. И понятно, что Татьяна Покровская, главный тренер нашей сборной и наставница нашего актета, требует максимум. Сегодня мы, конечно, будем стремиться к победе. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про произвольную программу. Так получается, что впервые в истории практически синхронного плавания почему-то здесь в Глазго начали не с технической программы в группах, а именно с произвольной. Но жребий есть жребий, а нам нужно, естественно, стремиться к победе. Как вчера, Клесниченко и Субботина выиграли золото, с чем мы вас и поздравляем. Татьяна Евгеньевна, золотая наша наставница. Спасибо большое, Дима. Приятно. Ну что, конечно, произвольная программа от технической отличается и продолжительностью раз. То есть группа, например, произвольная 4 минуты, техническая 3 минуты. И там по очень многим критериям в длинной программе это абсолютная фантазия, полет мысли тренера и спортсменов. Да, конечно, нужно учитывать сложность, то есть как можно больше связок, как можно выше и интереснее поддержки. Их тоже должно быть определенное количество. Нужно еще успеть в это время очень много раз перестроиться, очень много проплыть по периметру бассейна и показать образ. В общем, очень-очень много вариаций для креатива. В технической программе есть очень строгие критерии. Это технические элементы, один каскад, один круг, несколько поддержек, ни больше, ни меньше определенных каких. То есть один выброс двойной, выброс спортсмена. И на минуту короче она, но всегда я лично боюсь больше за техническую программу. Почему? Из-за технических элементов, где есть элементы риска, где есть переводы грибков на винты. И это всегда очень опасно и чревато, потому что все работаем на грани возможного. Вообще чемпионат Европы здесь в Глазго это работа на грани возможного, потому что очень теплый бассейн свыше 30 градусов. Это, конечно, страх для спортсмена. Много хлорки. И причем сегодня получается так, что мы требовали от организаторов, чтобы ее стало меньше. Тань, но ее стало фактически больше. То есть вот вчера девчонки, когда выигрывали, они мимо вас, наставников, прошли, потому что просто не видели. Да, абсолютно точно. Ожег роговицы у Колесниченко фактически. Согласна абсолютно. Не было такой воды безобразной вообще ни в одном бассейне мира и Европы. Да, бывает вода холодная, но это лучше, чем горячая. Потому что горячая вода при таких нагрузках это очень большой риск для сердца. Ну и плюс ко всему вы понимаете сейчас, какая драматургия с точки зрения и нагрузок у сборной команды России. Вот сегодня Пересчетка и Субботина выступали в очередной своей квалификации, выступили блестяще. То есть фактически рабочий день начинается в 4.45 утра. Таня, расскажите. В 4.45, да, мы проснулись. В 5.30 был завтрак. Хорошо, что он был в гостинице. Это уже неплохо. Это уже неплохо, да. В 6 часов утра автобус, в 6.30 прыжок в воду. После разминки у нас идет, как обычно, подготовка. У нас в дуэте мы рассчитываем время впритык. Поэтому мы причесываемся позже. После разминки причесываемся, красимся. И у нас буквально 5-10 минут на какую-то медитацию для девочек самостоятельную. И потом начинается проход под музыку, настрой. Потом мальчики, массажисты тонизируют очень хорошо.